Дерби. Так в футболе называют принципиальный матч между командами городов-соседей. Именно такой непростой поединок предстоит текстильщику уже 10 июля. В первой кубковой встрече красно-черным предстоит сразиться со своим давним оппонентом командой Торпеды из Владимира. История взаимоотношений наших команд очень напряженная. Всего Торпеды и Текстильщик провели пять матчей в розыгрыше Кубка России. И всегда они носили упорный характер. Нередко противостояние команд на поле перерастало в стычки их фанатов. К предстоящему матчу с принципиальным соперником игроки-текстильщика готовятся уже давно. Во время регулярных тренировок футболисты пытаются отработать все возможные сценарии развития игры. Ивановцы понимают, какая ответственность лежит на их плечах. Эту игру посетит очень много болельщиков. Я думаю, что за полтора месяца они уже соскучились по футболу и придут нас поддержать. Игра будет интересная. Это исторически сложилось, что Торпеда Владимира и Иванова Текстильщика – это всегда дерби. Очень серьезная игра. Мы ждем от игры только победы. Ивановцы настроены очень решительно. Уверенности ребятам придает еще и тот факт, что перед новым сезоном был значительно усилен состав. Как игроков, так и тренеров команды. Почти месяц назад пост старшего тренера красно-черных занял Вадим Евсеев. Вместе с таким же титулованным наставником Текстильщика Дмитрием Парфеновым он готовит команду к новому сезону. Ребята знают, что это дерби. Поэтому уже их и настраивать не надо. Многие уже играли. Команда Владимиров вернулась во вторую лигу. Дополнительно для них стимул. А нам у нас это тоже стимул. Хочется показать перед своими болельщиками хорошую игру и добиться положительного результата. Известно, что фанаты «Торпедо» давно готовятся к массовому выезду у Иванова на первую кубковую встречу. Красно-черные надеются, что и наши болельщики их не подведут. 10 июля в 18.30 придут на стадион поддержать команду. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.